Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас будет с вами реакция на мини-альбом Алена Швец И честно признаться, это не тот релиз, который я планировал обозревать Потому что все-таки времени у меня мало, а релизы, которым я уделяю время на канале Зачастую либо мной очень ожидаемы, либо те, которыми я хочу очень сильно посвятить свое внимание В рамках данного канала Алена Швец у нас уже была Это, по-моему, если мне не изменяет память, это пока что третий самый популярный реакт на моем канале Так что спрос на него был огромный Я не знаю, будет ли спрос на это, но во всяком случае мне в комментариях пишут уже и сегодня, и вчера я видел По поводу того, чтобы послушать на мини-альбом Алена Швец И, собственно, он довольно маленький, я посмотрел, да, то есть там 14 минут, по-моему, он всего лишь длится И там 5 треков Плюс ко всему, действительно, ресурс времени для меня очень важен, так как я студент, который выпускаюсь из университета И у меня сейчас времени нету особо на такие крупные реакции, чтобы записывать, основательно сидеть по часу, по 2 часа за реакциями, за альбомами Допустим, я вот недавно скипнул альбом «Да и миловато», потому что не смог его слушать именно в реакции, так как он очень большой и другие там различные факторы Но вот подобный мини-альбом, думаю, вполне себе можно будет с вами и прослушать Вот, тем более вы его просили, поэтому я надеюсь, что вы поддержите этот видос Значит, что у нас есть? Алена Швец, во-первых, это исполнительница очень молодая, которую я люблю Вы уже об этом знаете, я думаю, если не знаете, опять же, вот тут вот будет подсказка на реакцию Я там подробно говорю о ней, я там, правда, дико сонный, вот, ну что поделать Этот мини-альбом мелкая с гитарой, вот такая вот у него обложка Алена Швец не изменяет себе в стиле с обложками, у нее они рисованного характера Вполне себе неплохая, милая обложка По поводу треков, у нас есть 5 треков, и один из них — explicit-версия, то есть с матами Мне кажется, что здесь будут треки в основном именно под гитару, да, возможно Не знаю, мне хочется вот думать, что именно так и будет Типа мелкая с гитарой, да, и вот какой-то такой минимализм абсолютный И стихи, положенные просто на какой-то гитарный, на гитарные какие-то вот струны, мне кажется Ну, возможно, посмотрим Давайте переходить уже к делу Первый трек называется «Мелкая с гитарой», собственно, название мини-альбома Вечно плачет на репетициях Прошу прощения, что остановил, мне очень нравится яркость голоса Он сразу такой вот звонкий очень Мне припев нравится О, подключается бэк-вокал Вау Вы слышали? Слышали? Ну, то есть саунд-эффект эхо, когда она сказала, типа, отзывается эхом Причем эхо такое, знаете, как будто вот стоишь на сцене И говоришь что-то в микрофон в пустом зале, допустим, да, когда вот максимальная акустика Очень круто Вы слышали, да, эти мелочь в кармане? Это примерно та мелочь, которую я сейчас зарабатываю на монетизацию Простите, мне нравятся шутки про копейки, которые я зарабатываю с монетизацией Дайте мне шутить эти шутки, спасибо Приятный трек, приятный На самом деле, сначала мне показалось, что он довольно обычный Но он с душой Даже если это опенер всего лишь Мне нравится то, как здесь обыгрывается тема Что вот как Алена даже сама говорила, да, в этом треке Что вот уже мелкая с гитарой стала большой То есть то, что вот у нее там содранные колени Все дела, там прочее, мелочь в кармане Но у нее звонкий голос, он не дрогнет на сцене И что, извините, но как бы не страшно мне порвать струну Все равно есть еще в запасе пять То есть главное именно желание Главное стремление и мотивация А то, что там струна какая-то порвалась Это вообще не помешает Это абсолютно не проблема И это не препятствие для меня, как для артиста Вот, это что я для себя выудил из конкретно этого трека Мне очень нравится, в принципе, что Когда люди, артисты Когда они говорят о своем творчестве И о своем росте О том, как они начинали И с какими мыслями у них были все эти моменты Первый выход на сцену Первый раз, когда они взяли в руки гитару Или сели за фортепиано Первый раз, когда они написали песню Первый раз, когда они получили свой, допустим, первый гонорар Когда это опошляется в рэп-индустрии Типа, типа, я был в низах, но теперь я, типа, наживляю деньги в шлюх И прочее, прочее Это всегда очень довольно однотипно и неинтересно А когда это раскрывается с поэтической точки зрения Когда все то же самое, но это уже по-другому подано И у всех ведь одинаковый путь в своем, как бы, в своем смысле, да? Но разный по деталям Очень разный по деталям У всех все разное всегда Но путь один, он наверх И как кто его описывает Как кто его преподносит Это всегда очень интересно послушать Особенно если это грамотно, красиво И, не знаю, жизнеутверждающая спета Второй трек Две девочки Да, я знаю Мне нельзя тебя любить Понимаю Это ЛГБТ-тематика Да? Я сразу хочу сказать, что я не имею ничего против ЛГБТ Вот, я не раз уже говорил об этом в своих роликах Я абсолютно свободен от всех этих предрассудков Так что можете быть спокойными Здесь не будет никаких фу и прочее Но я не могу забыть Твоя мать ненавидит меня Говоря, что я ошибка Я чего-то нажрусь Может быть не очнусь Но от тебя я никогда не откажусь Так, 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 стоп, 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 стоп Мне сложновато это комментировать, конечно По поводу Острая очень тема поднимается Очень тема острая поднимается Когда Ну вот, очень распространенная же проблема Да, сейчас это стало наиболее заметным Когда на поверхности лежит сейчас И очень легко увидеть, насколько это большие проблемы У детей, не побоюсь этого слова И мне очень было сложновато слушать Что вот, твоя мать меня ненавидит И считает меня ошибкой И как бы я Все равно, мне все равно, да Что я там с лестницы скачусь Что там было Чего-то нажрусь, прости господи Но не откажусь от тебя Респект, респект Давайте слушать дальше Хочешь, я имя твое набью Чувствую между две девочки Вот именно То, что я и хотел сказать Собственно, Алена Я не знаю насчет ее ориентации Честно скажу Я смотрел с ней интервью В частности, смотрел с ней интервью на вписке Но, по-моему, она говорила Что она просто поддерживает ЛГБТ Потому что у нее очень много радужной символики Но я так и не разобрался Относится ли она к этому или нет Но, вот, если вам Если вы знаете Обязательно напишите мне Продолжаем слушать Вау! Это, получается, сейчас говорится о том Что вот эту девочку Про которую она сейчас палет Все-таки спалили И Ни письма, ни звонка, да? И она чует какую-то беду Что нужно спасать Слушайте, а тут сюжет Сюжет Вот если в первом В первом тоже был сюжет Я не знаю, просто здесь Я вот прям четко вижу эту картину сейчас Прям четко Как будто я смотрю Какой-то вот Клип у меня в голове уже нарисовался Если там это просто какие-то образы Да, что вот Девочка с гитарой И просто То вот тут Именно вот у меня Рисуется прям история целая Лишь тяжелые шаги Косо смотрят Кто-то наш секрет спалил Вот Именно, пожалуйста Вот то, о чем я говорил В начале песни Все сейчас вам и раскрывается Вот Да, именно так Потому что так Все и происходит в этой жизни Кому-то не тому доверился Допустим Все Тем более Такие, знаете, секреты Очень Очень сочувствую людям У которых есть Очень такие Действительно тяжелые секреты Которые невозможно в себе хранить Но при этом Довериться кому-то тоже сложно Когда ты доверяешь И тебя предают Вот Ну, в данном случае Я не знаю Может быть, кто-то их просто увидел Да, или Давайте дальше Офигеть! Вот это тут повороты Слушайте Ну, во-первых, да Что все-таки Ээээ Та девушка решила Пойти по легкому пути И спасти свою репутацию И типа Да? Вот И Лучше бы ты умерла Это я называю Подростковый максимализм Слушайте Я ставлю лайк этому треку Я его себе добавляю Потому что Он Не знаю Он, во-первых, красивый Да? Потому что Мне, опять же, нравится этот припев Я уже Как видите Отошел от сравнения С проволокой Из-за дуванчиков Потому что Я считаю это гиблым делом Тем более Королева отстой Которую мы с вами Слушали летом Она мне тоже понравилась В частности Всякие мемы В частности Треки Машина для убийств Да? Еще там какое-то То есть Именно что А, молодая красивая дрянь Те треки Которым я сказал Что ну что-то не то На самом деле Они потом Мне очень понравились Возможно Я даже где-то писал Об этом в комментариях Вот И творчество Алены Швец Не всегда бывает Перманентным То есть Оно может Опять же Как и любое другое творчество Идти к тебе Идти пока не найдет Путь к твоему Так скажем Сердечку Да? Вот Потому что Действительно Опять же Есть треки Которые я могу Расслушать и через месяц И через Полгода И через год даже Вот Это абсолютно нормально В частности для меня Не знаю Как для вас Если Вы такое же чувство Испытываете То обязательно Пишите мне В комментариях Об этом Потому что Я хочу знать Сколько людей И как вообще Вы чувствуете музыку Вот Это очень интересно Ну что Мы переходим К следующему треку Который называется Токсичная О! Вот мы Сейчас с вами Как раз таки Слышим трек В котором Уже Не только гитара Я думал просто Что все будет Под гитару Но нет Давайте Заново Начнем его Я не ребенок Чтобы смеяться Над каждым Матерным словом Ты знаете Вот как тебе По кому-то Слово Жопа Скажешь И он просто Но Это все Очень резонирует С голосом Алены Таким Опять же Очень Добрым Таким Каким-то Знаете Предрасположенным К тебе Абсолютно Каким-то Милым Пушистым И тут Я послала А-а-а-а-а-а Ну это Это прикольно же Это То есть Это контраст Который вызывает У тебя эмоции Мне на что Тут жаловаться Все Отлично Вау Говорю всегда Прямо Поступаю Логично Если ты Некрасивый Разве я Токсична Что? Подождите Если ты Некрасивый Разве я Токсична Воу Алена Я не могу Согласиться Давайте дальше Может быть я что-то Не услышал опять Давайте дальше Пусть Ты там что ли Умешь Что не пишешь Первым Судьба твоя Уж как я Сучка Блин Мне очень нравится Как она распевает Ноты Прям очень нравится Вот особенно Этот трек Отличается Такой знаете Как будто В мюзикле Это происходит Очень какой-то Картинный Очень театральный Манер Мне вот прям Очень нравится Действительно круто Если будет пустой Наш с тобой Холодильник Я считаю Что можно И дать Погатурник Я тут мамочка Будешь мне Подчиняться Мне так нравится Звукина В заднем плане Ус Сука Но если ты Некрасивый Разве я Токсична Я не знаю Вот насчет Этой линии Я не знаю Насчет этой линии Мне кажется Что это Ну типа А ну Ой я Я не знаю Честно что сказать Даже В плане Я стараюсь Относиться Очень лояльно Ко многим аспектам В частности Ко внешности Потому что По внешности Во-первых Не судят Во-вторых Внешность Не выбирают Вот И то как человека И за что Человека посылать Это личное дело Каждого Вот Ну тут Алена видимо Послала этого человека Очень вежливо И типа Разве ты некрасивый Я токсична что ли Из-за этого Тут нужно разбираться Вот Не хватает деталей Опять же Я вам говорю Это все Очень театрально Картинно И оперно Прямо Особенно В конце Тварь Следующий трек У нас Подруга Ну опять Все об одном Все об одном Я не против Нет Просто Интересно Подмечать И в целом Хочу сказать Справедливости ради Что очень редко Удается Слышать На российской Эстраде На российской Вернее Сцене Странно Я говорю В российской музыке Короче ЛГБТ тематику Потому что зачастую Она очень Такая запретная Украл твое детство И затащил кровать Малыш А сколько лет Лирическим героям Что он Украл ее детство Таким Образом Я надеюсь Не так уж и Мало Давайте дальше Ужас На самом деле Чем дальше Мини альбом Идет Да То есть Сейчас у нас Последний трек Будет вообще Тем больше Я понимаю Что этот Альбом Я слушаю Просто Историей То есть Музыка Меня особо Не цепляет Здесь Она вполне себе Обычная Это опять же Гитара То есть Только единственное Отличается Трек Третья Третья Ну это Это просто Гитара Музыка И давайте уже с вами послушаем пятый трек, который называется «Самое странное». Он длится, кстати, 4 минуты. И тут тоже уже есть какие-то эффекты, помимо гитары. Вау! Мне очень нравится, что это такой, знаете, морской бриз, вроде как эффект, звук такой. Либо это просто ветер, но мне кажется, что это всё-таки именно с моря, знаете, когда вот чайки там немножечко кричат, солнце, и вот такие волны потихонечку идут, и вот этот вот звук здесь есть. Очень освежает, кстати говоря, аудио, именно аудиоэффект освежающий. Не знаю, как это передать, но мне нравится. Ты на крыше, зачем ты меня передал, привет? Поезд. И это, дорогие друзья, лайк. Я ставил себя на очень интересном чувстве, что трек хоть шёл 4 минуты, и я его не останавливал практически. Он прошёл быстрее, чем любой другой трек с этого EP, включая даже трек, который шёл сколько там? По-моему, минуту 50. Очень красивый, очень свободный, очень просторный, мечтательный. И знаете, вот ощущение, как будто вот вечер, и на закате вот уходит вот кто-то вдаль, и вот эта песня играет. Не знаю, я сейчас вот представил эту картину, у меня прям мурашки побежали. Особо про этот трек мне сказать и нечего, про стихи, да. Но в целом он очень крутой, он очень красивый. И из-за вот чувства, которые я испытал к нему, я хочу его себе забрать. Потому что я чувствую, что, возможно, когда-то он очень мне пригодится. Вот такой вот у нас получился с вами реакт на мини-альбом Алена Швец, который называется «Мелкая с гитарой». Могу сказать, что этот релиз вполне себе приятный, имеет место быть, естественно. Но я не знаю насчёт того, понравился ли он мне или нет. Потому что, скорее всего, он просто прошёл мимо меня по большей части. Опять же, я сказал, что мне понравились стихи, я сказал, что мне понравились некоторые треки, да, в частности, сколько? Два трека мне понравилось, «Две девочки» и последний, я не помню, как он называется уже, самое странное. В большей части здесь особо не было какого-то сильного разнообразия, но нужно ли оно, не знаю. Очень разнообразный был альбом «Проволока из одуванчиков», к чему я возвращаюсь, походу, каждый раз, да. Но это невозможно не заметить. В альбоме, который был недавно, который летом мы с вами слушали «Королева отстой», там уже немного поменьше этого разнообразия, но всё равно есть где разгуляться. Здесь этого разнообразия практически нет, но, собственно, это и EP, чтобы быть, возможно, более сдержанным в каком-то стиле. Опять же, это гитара, это какие-то минимальные эксперименты или отдаление от основного жанра, да, девочка с гитарой, скажем так. Так, это прекрасный, чистый и абсолютно такой, знаете, трушный что ли вокал, это смелые стихи и это душа, думаю так. На этом реакция подходит к концу и пишите все свои эмоции, все свои обязательно мнения в комментариях, как вам понравился ли альбом, мини-альбом, да, Алена Швец, как вообще Алена Швец и всё прочее, прочее. Обязательно пишите об этом в комментариях, но мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.